Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону По предварительным данным в Керченском колледже погибли 18 человек, ранено больше 40. Убийца, студент 4 курса этого же колледжа, застрелился. Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело с теракта на статью убийства двух и более лиц. Общеопасным способом СМИ сообщают, что семьи погибших получат по миллиону рублей компенсации. Пострадавшие пройдут реабилитацию за счет социального страхования. Ликвидация задымления на полигоне твердых бытовых отходов в Таганроге продолжается. Открытого огня уже нет. На месте работают коммунальные службы города. Для устранения тления очаги пересыпают грунтом и поливают водой. Спасатели произвели замеры проб воздуха на наличие вредных примесей. Оказалось, превышения предельно допустимых значений нет. Об этом корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. У нас преддопустимая норма по угарному газу 20 миллиграмм. Сейчас в самом очаге было 17. Сейчас на теку по полигону по всему и соответственно по определяющим территориям 8-10. То есть норма. Мы ситуацию мониторим с самого первого момента возгорания. Возгорание произошло с 16 числа в час ночи. Одновременно в трех местах никакой снег. И никаких обращений в лечебное учреждение не поступало. По поручению губернатора в администрации Таганрога разработали проектно-сметную документацию по рекультивации полигона. Уже получено положительное заключение госэкспертизы. До нового года полигон закроют. Как усовершенствовать законодательство, чтобы пресечь незаконный оборот оружия? Эту тему обсудили на выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. На обсуждение в Ростове собрались руководители силовых ведомств, представители правительства и Донского парламента. Ростовская область выбрана местом встречи не случайно отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Ростовская область имеет определенный опыт, наработки, которые нам позволят взять у них пример, послушать их. Может быть, что-то и на самом деле еще есть такое, что необходимо вносить в законодательное обеспечение всего этого процесса, определенные мероприятия. И я думаю, что на основе этой работы, которую они здесь проводят, работа на самом деле очень хорошая, мы сделаем дополнение, изменения в законы. Какие мероприятия проводит Комитет по обороне, корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания Евгений Бушмин. Комитет по обороне проводит в году несколько мероприятий. Три, обычно даже четыре. Это уже пятое в этом году мероприятие. Поэтому, конечно, они берут весь спектр регионов, все зоны нашей страны. Ну вот, я очень рад, что мы наконец-то дошли до той зоны, которую я представляю в Совете Федерации. За два года в федеральное законодательство внесли восемь поправок, цель которых не допустить преступлений с оружием. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы озвучили в среду и представители Ростовской области. Ответственность за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта нужно ужесточать. С такой инициативой выступили депутаты областного ЗАГС Собрания. Аптечный рейд молодых депутатов показал, что наркосодержащие препараты продают всем желающим. Только федеральные сети отпускают лекарства по рецептам. По словам активистов, купить сильнодействующее лекарство можно практически в любой региональной аптеке без ограничений и по завышенной цене. Словам председателя комитета парламента по молодежной политике Екатерины Стенякиной, даже штрафы не пугают владельцев аптек. К сожалению, максимальный штраф, который грозит этой аптеке, если протокол будет составлен в отношении юридического лица, это 30 тысяч рублей. Максимальный штраф фармацевту это полторы тысячи рублей. То есть, уйдя отсюда, составив штраф, они имеют право продолжать заниматься ровно тем, чем они занимаются. Депутаты Донского парламента подготовили обращение в Госдуму, которые собираются подкрепить поддержкой Южно-Российской парламентской ассоциации. Ужесточить ответственность за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта, объясняет Екатерина Стенякина. Штраф фармацевту должен быть не полторы тысячи рублей, а минимум 50 тысяч рублей, как продавцу, который продает алкоголь несовершеннолетнему. Естественно, аптеку должны штрафовать не на 30 тысяч рублей, а минимум на 500 тысяч рублей, как это происходит в отношении магазина, который продает алкоголь несовершеннолетнему. Депутаты считают, что за грубые нарушения необходимо отзывать лицензию у аптеки, а для фармацевтов установить уголовную ответственность и запрет занимать должность в течение трех лет. Баскетболу нужно уделять больше внимания и вывести областную команду на высший уровень. Такую задачу поставил губернатор Министерства спорта на расширенном заседании правительства. Сам Вэлла Ракелян отметил, что с начала года в физкультурно-спортивных мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек. Однако сегодня баскетболисты очень нуждаются в помощи Минспорта. В регионе 20 баскетбольных клубов, которые на собственном энтузиазме проводят Ростовскую баскетбольную лигу. Василия Голубева отчет не удовлетворил. Последние годы мы с вами очевидно этому виду спорта уделяли внимания недостаточно. Поэтому давайте-ка не будем сейчас друг другу рассказывать. Можно много рассказать о том, что мы что-то делаем, проводим соревнования школьные, другие лиги и так далее. Правительство области в лице министерства должно очевидно повернуться в сторону и этого вида спорта. Донской баскетбол должен активно развиваться и быть представлен на соревнованиях высшего уровня. Такую задачу поставил губернатор. Василий Голубев напомнил, что природные условия Ростовской области позволяют и детям, и взрослым заниматься баскетболом почти круглый год. В Донском регионе создано больше сотни закрытых спортивных сооружений и открытых площадок. Ежегодно появляется больше двух десятков новых. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200, ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганроге ночью переменная облачности без осадков на термометре от плюс 10 до плюс 8 градусов. В Сальске, Целине и Азове плюс 12, плюс 10. В Миллерово и Красном Сулине от плюс 9 до плюс 7. Также без осадков. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Рогожкино, что в Азовском районе Ростовской области ночью ясно и без осадков на термометре от плюс 11 до плюс 9 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду.